Всем привет! Меня зовут Каролина, и сегодня я хочу поделиться с вами десятью цитатами из любимых фильмов. Но нет в мире какой-то одной правды чушь. У каждого своя правда, и жизнь складывается, как из-за благорассудия. Отлично сказано, главное не забывать эту мысль. Это извечная проблема отцов и детей, что родители нас учат, как нам жить, дают какие-то свои советы, которые считают правдивыми. Но мир меняется, здесь это абсолютно новые люди, новое поколение, и у нас своя правда зачастую. Поэтому моя позиция такая, что нужно прислушиваться к близким людям, но все-таки слушать себя. Одного верного совета, который подходит всем, просто не существует. И вторая цитата из того же фильма. Мне всю жизнь талдычили, что я ничего не добьюсь. А я вот возьму и добьюсь. Я свято верю, что любой человек может достичь определенной поставленной цели, если будет над этим работать и будет верить в себя. Фильм называется «Тони против всех». Лучший фильм 2018 года, по моему скромному мнению. Нет в нашем языке слова вреднее и опаснее, чем молодец. Фильм «Одержимость». В большей степени я согласна с этой фразой, так как «молодец» не подстегивает, а лишь расслабляет. Меня больше мотивирует отсутствие похвалы. В школе на уроках английского меня редко хвалили, и мне кажется, именно поэтому я всегда старалась, сделала домашнее задание, учила, поднимала руку, была суперактивной на уроках, чтобы в конечном итоге услышать что-то ободряющее. Похвала должна быть, но она должна быть редкой и скромной, чтобы человек стремился ее услышать и тем самым старался еще больше и рос. Когда люди разговаривают, они всегда имеют в виду что-то другое. Ты обязан понять тайный смысл. Сказана эта фраза Алланом Тьюрингом в фильме «Игра в имитацию». Хочется эту цитату повесить на стену каждому человеку, чтобы все помнили, насколько важно быть прямолинейным, когда ты хочешь, чтобы тебя услышали и поняли. Особенно это важно в отношениях. Для разрешения любого конфликта, какой-то проблемы, нужно озвучить человеку, что тебя беспокоит, и делать это прямым текстом. Не каким-то намеком, не какой-то цитатой, которая должна подсказать человеку, что же вас беспокоит, на что вы обиделись. Нужно говорить прямо. Это не всегда легко, потому что ты чувствуешь себя уязвимым, когда вот так вот напрямую открываешься, говоришь правду. Но это того стоит, потому что вы понимаете друг друга. И еще одна фраза из того же фильма. В чем суть разных вкусов и разных пристрастий, если не в том, что наш мозг работает по-разному, и все мы мыслим иначе. Если вы когда-либо смущались из-за своих вкусов или предпочтений, или они вызывали осуждение со стороны ваших друзей, то эта мысль должна вам помочь. У меня бывают порывы, когда я хочу, чтобы человек рядом руководствовался моими вкусами, при выборе еды, одежды, каких-то мест, куда пойти. Но при этом не всегда нужны мои советы, и не всегда мои советы помогут этому человеку, подойдут. Поэтому иногда я жалею, что я так навязываю свое мнение, и это делать не стоит. Иногда лучше промолчать и оставить фразу «мне это не нравится» при себе. Люди разные, и это круто, потому что иначе было бы скучно. Дело не проиграно, пока есть хоть один дурак, готовый драться за него. Мне очень импонирует этот стат, потому что обычно именно я тот дурак, который не сдается до последнего. И в детстве, когда мы с друзьями играли в какие-то игры, загадки, и все уже готовы сдаться, лишь бы услышать ответы, уже надоело гадать, я все равно всех продолжаю мучить и хочу все-таки сама догадаться. Поэтому, даже если вы единственный человек, который не сдается, это еще не конец игре или чему-то большему. Загрой глаза. Представь, что это дурной сон. Я всегда так делаю. В моменты, когда все идет не так, как ты планировал, иногда единственное, что помогает удержаться на плаву, это закрыть глаза и представить, что все хорошо. Немного подышать, отключиться от происходящего. Мне это помогает просто, чтобы не впасть в панику. Можно собраться с мыслями и потом решать проблемы насущные. Раньше этот мир был куда больше. Нет, мир остался прежним. Стало меньше содержимого. Для меня это в какой-то степени отражает современный информационный мир. Несмотря на то, что стало гораздо больше книг, фильмов, музыки, контента, но именно качественного содержимого стало меньше. «Пираты Карибского моря» первые три части — это мои самые любимые фильмы. Я могу их пересматривать вечно. И когда я смотрю, я уже как в песнях люди подпевают. Я так вторю репликам героев. Настолько хорошо знаю, что идет в следующем. Но если вдруг остались такие люди, которые их не видели, очень рекомендую посмотреть. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Обычно я говорю эту фразу людям, когда меня просят чего-то такого слишком, что я не могу им дать или не хочу. И чаще всего мы перекидываемся этой фразой с моей мамой, потому что именно она привила мне любовь к 12 стульям. И именно она всегда поймет эту шутку. Я обожаю и книгу, и обе экранизации. Возможно, первая более известная, потому что там играет Андрей Миронов с Анатолием Попановым. Но вторая такая же смешная, крутая и по-своему интересная с другими актерами, с Арчилом Гамиашвили и Сергеем Филипповым. Советую смотреть обе, если вы какую-то еще не видели. Действительно, это прозвучало эффектно. Встречи никогда не забываются, просто вы не можете вспомнить. Это из аниме «Унесенные призраками», которое я посмотрела в возрасте 6 лет. Это был мой один из первых походов в кинотеатр, но я ярко запомнила этот мультик и уже пересматривала его несколько раз. Я вижу в ней смысл в том, что мы не помним то, что не хотим вспоминать, или то, что для нас не важно. Все встречи в нашей жизни играют какую-то роль, но некоторые из них со временем перестают быть столь важными, и мы прячем их в чертоге разума, а некоторые, наоборот, стараемся не забыть и часто возвращаемся к ним в воспоминаниях. Это все. Поделитесь своей одной любимой фразой из фильмов в комментариях. Мне будет интересно почитать. Все фильмы, которые я сегодня упомянула, доступны на ВОКО ТВ. В описании под видео будет доступна ссылка, по которой можно получить 7 дней бесплатного доступа. Рекомендую вам посмотреть все картины, которые я сегодня перечислила, если вдруг вы какие-то из них не видели. Спасибо большое за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok